В Британии, между тем, в очередной раз актуализировалась тема шотландского сепаратизма. Формальным поводом для ее возврата на передовые полосы газет королевства послужил визит премьер-министра Бориса Джонсона на крабовую ферму. Нет-нет, не стоит искать аналогий между панцирями крабов и красным мундиром как символом британского империализма, при виде которого всякий свободолюбивый шотландец гневно задирает свой килд, демонстрируя все, что он думает о господстве ее величества. Просто для своего первого за год визита в Шотландию британский премьер выбрал весьма странное место – небольшой архипелаг Аркнейских островов. Там, в окружении чаек и членистоногих, он произнес речь о том, что союз Англии и Шотландии крепок как никогда. «Наш союз – фантастически сильная институция. Он помог стране преодолеть все трудности. Я думаю, то, что люди хотят увидеть, это еще большее сплочение нашего государства. И это именно то, что мы собираемся сделать». Когда Борис Джонсон говорил о сплоченности, он явно пытался строить хорошую мину при плохой игре. Шотландская национальная партия, выступающая за независимость Шотландии от Соединенного Королевства, заявила, что визит показал, что Джонсон был в панике по поводу растущей среди населения поддержки шотландской независимости. Вот, например, что пишет газета The Guardian о заявлении лидера шотландских националистов Николы Стрэджин по поводу визита британского премьера. Цитата. Вместо этого, возродив главный лозунг кампании референдума 2014 года, он сказал, «Я думаю, что стране намного лучше быть единой, и это то, во что я верю». Ввиду таких уклончивых ответов на вопросы и патетических заявлений, совсем не удивительно, что вместо того, чтобы выступить в Эдинбурге, где сосредоточены все органы власти Шотландии, он поехал крабом на острова. Это обстоятельство визита британского премьера шотландские националисты высмеивали всю неделю. Стоит отметить, что основания для беспокойства за единство страны у британского премьера действительно были. Это признают даже вполне лояльные короне-эксперты. Вот, например, что пишет в своей статье под названием «Борис Джонсон пытается овладеть Шотландией, но только деньги удерживают их союз вместе» британский журналист Саймон Дженкинс. Цитата. Наконец, Борис Джонсон поехал в Шотландию. Тэтчер никогда бы не осмелилась на подобное на пике своей непопулярности. Но ничто не говорит о состоянии союза в Великобритании и Шотландии громче, чем коронакризис. В то время как уровень избыточной смертности в Шотландии был немного ниже, чем в Англии, там наблюдается один из самых высоких показателей смертности среди сопоставимых европейских стран. Тем не менее, первый министр Шотландии Никола Стрэджин по данным опросов имеет рейтинг одобрения в своем регионе в плюс 82%. Рейтинг Джонсона в Англии составляет минус 6%. Поддержка независимости Шотландии возросла до 54%. Конечно же, причины роста сепаратистских настроений в Шотландии заключаются не только в коронавирусе и связанном с ним экономическом кризисе. Эти события просто стали очередным катализатором. Гораздо больше повлиял на скептицизм шотландцев в отношении Объединенного Королевства недавний Brexit. Дело в том, что в неанглийских регионах Британии, в отличие от, собственно, Англии, доминировало желание остаться в составе Евросоюза. Кроме того, сама процедура выхода Королевства из ЕС была весьма затянутой, сопровождавшейся множеством скандалов и весьма архаичных проявлений британской политической системы. Так, например, в начале прошлой осени Королева издала указ о прекращении работы парламента на месяц, чтобы не дать депутатам заблокировать выход страны из ЕС без соглашения о дальнейшем экономическом взаимодействии, обсуждение которого слишком затянулось. Ее величество сделало это в ответ на прошение Бориса Джонсона. Причем, когда политические оппоненты начали обличать урезание демократических процедур, всю критику они сосредоточили именно на премьер-министре, который якобы ввел Королеву в заблуждение, предоставив ей недостоверные сведения. Все это обнажило суть британской политической системы, в которой нет писанной Конституции, а полномочия Королевы, вопреки расхожему мнению, часто ограничиваются лишь ее доброй волей не вмешиваться в политический процесс. Однако, как показала практика, всякой доброй воле однажды приходит конец. Для мыслящего на европейский манер и привыкшего считать себя жителями демократической страны населения Шотландии, особенно для молодого поколения, подобные рудименты феодального строя выглядят дикостью. Кроме того, среди шотландцев зреет обида за национальное угнетение, которое, по их мнению, усиливает правительство Джонсона. Вот, например, цитата из британской прессы. Год назад он вошел в премьерскую резиденцию с обещанием стать премьер-министром всего Соединенного Королевства и присвоил себе в значительной степени символический новый титул союзного министра. Но некоторые лидеры автономии утверждают, что его реальная политика вовсе не такова и что такие темы, как Brexit и коронавирус, продемонстрировали стремление премьера к централизации власти и маргинализации неанглийских народностей Великобритании. В данный момент основным лозунгом сторонников независимости Шотландии является требование повторного референдума о ее выходе из состава Соединенного Королевства. Формально они аргументируют это тем, что прошлый референдум проходил еще когда страна была в Евросоюзе, а теперь условия изменились. В Лондоне, разумеется, не в восторге от такой идеи. Борис Джонсон, например, выступает категорически против повторного референдума о независимости Шотландии. Теоретически, в будущем сложившаяся ситуация может привести к еще более серьезным внутриполитическим проблемам в Британии. Впрочем, не стоит забывать и о том, что требование независимости – один из инструментов, при помощи которого шотландские элиты выторговывают себе экономические преференции у Лондона. Так что шум вокруг этой темы может быть банальным блефом для того, чтобы припугнуть элиты старушки Англии.